Центральная площадь, излюбленное место горожан. Здесь гуляют мамы с детьми, катаются подростки на велосипедах. Раньше улица Ленина была сквозной и по ней можно было проезжать, но потом ее стали закрывать на время проведения праздничных мероприятий. И уже в начале 2000 года проезжую часть полностью перекрыли для движения автотранспорта. Лангипассы знают историю своего города, а вот приезжим эти факты неизвестны. Факты фактами, но знаки-то существуют. 23 июня средь белого дня водитель автомашины «Субару» черного цвета выехал на центральную площадь города. Патрульная служба ДПС, преследовавшая автомобиль, остановила его. Им оказался молодой человек из Сургута. Видеокамера собственной автомашины стала свидетелем разговора с инспекторами. От медицинского освидетельствования водитель отказался, но инспекторы подтверждают, что молодой человек находился в неадекватном состоянии. Вероятнее всего он был в наркотическом опьянении. После разбирательства с данным водителем, инспектором ДПС, автомашина была запрошена на проверку в дежурную часть ОМВД России по городу Лангипассу. И выяснилось, что данный автомобиль находится в розыске по городу Сургуту и объявлен в угон. Знакомство с городом молодого человека на этом не закончится. В отношении него инспекторы ГИБДД возбудили уголовное дело по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации. И дело об угоне пока находится в стадии рассмотрения. Однако необходимо отметить, что число таких горе-водителей, подвергающих нашу с вами жизнь опасности, не становится меньше. За 6 месяцев текущего года сотрудниками госавтоинспекции по городу Лангипассу выявлено 68 водителей, управляющих в состоянии опьянения. 6 человек привлечены к уголовной ответственности по статье 264 части 1 за повторное управление в течение года в состоянии опьянения. За отказ пройти медосвидетельствование 12 человек также привлечены к административной ответственности. За 6 месяцев нынешнего года на территории города зарегистрировано 3 ДТП, в которых 5 человек получили ранения различной степени тяжести. И все они произошли по вине нетрезвых водителей. Инспекторы ГИБДД напоминают, севшие за роль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения становятся потенциальными преступниками, потому что угрожают жизни людей. Айгуль Мамошин, Андрей Бучинский, специально для новостей.